Не просто боевое искусство, а целая философия жизни. В городском округе Люберцы растят чемпионов по тэквондо. Наша съемочная группа побывала на тренировке воспитанников клуба Дангун и узнала, каких высот достигли начинающие спортсмены. Этот маленький ритуал совершает каждый спортсмен при входе в зал. Таким образом, он выражает свое уважение к месту, где получает знания и навыки, и обещает вести себя дисциплинированно. Строгая дисциплина в зале учит такому же поведению за его пределами. Это, пожалуй, и есть одна из основных задач тэквондо. В первую очередь занятия воспитывают самостоятельность и ответственность, выдержку и самообладание, настойчивость и уверенность. Закручиваешься с головы, боковым зрением уже видишь, куда будешь бить, и наносишь удар ногой. Давай, двигайся. Очень хорошо. Здесь, в нашем виде спорта, мы стараемся выстроить и с теми ребятами, которые у нас тренируются, и с другими тренерами, именно максимально комфортную атмосферу. Основная задача, чтобы каждый человек, который приходит в зал, нашел здесь то, чего ему не хватает в жизни. А зам восточного единоборства филиале клуба «Дангун», расположенном в доме офицеров, обучают около 80 ребят. Самым маленьким воспитанникам – 4 года, самым старшим – 16 лет. В каждой возрастной группе есть свои звездочки. Вот эта тройка недавно привезла победу с чемпионата Центрального федерального округа. Это по Тулю первое место, третье место за силу удара. По Тулю у меня первое место, а по силе удара у меня пятое, и 45 человек. Я хочу дойти до черного пояса. А я хочу быть мастером по текунду. Это по Тулю. А третье по силе удара. А кубок – то, что я заняла первое место. Я, когда пришла на первую тренировку, мне понравилось. То, что тренер добрый. О доброте тренера Сергея Зубкова говорит каждый ребёнок. И это несмотря на его требовательность во время занятий. Но строгого наставника зачастую можно увидеть и таким. Сань, очень больно сейчас мне сделала. Почему меня никто не целует, я не могу понять. Я хочу, но я не могу и не дотягиваюсь. Любая победа моего спортсмена, ребёнка, который у меня тренируется, она для меня значит намного-намного больше, чем свои собственные победы. И я думаю, что этим, наверное, всё сказано. День без тренировок – потерянный день. Девиз этого спортивного клуба. Ведь уже на носу очередное, ещё более масштабное событие – чемпионаты первенства Российской Федерации. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.